А нет ли там того числа, которое Панкин все время продолжает? И, конечно, там нет ничего, естественно. Но там это действительно замечательная книга, и как раз она скорее не... Да, но там, например, указано, что какие золотые структуры у Леонардо да Винчи. Ну, например, вот голова почти во всех портретах Леонардо да Винчи до корсета голова золотой прямоугольник. Лицо Драконды вписывать золотой прямоугольник и так далее. У меня вот есть серия большая аналитических работ по Малевичу. И я вот стал изучать его профессиональные системы, генетические. Друзья, это золотое видение. Шендевр, один из шендевров Казимира Малевича, который хранился в Нью-Йорке, это «Черные и красные квадраты». Это такая работа, которая тоже появилась вместе с Черным в 2015 году. Вы знаете, ну она вся золотая. У меня есть вот статья в каталоге. Там, например, удивительная вещь. Мы берем, во-первых, собака, картинный плоскость золотой. Вот что интересное. И все, что там происходит, меня самого поразило, что там происходит. Если вот мне нарисуем, как в какой-то прямугольник, берем такой вот отрезок. Все. Построится вся композиция Казимира Малевича. А там жизнь, там ничего нет сухого. Там все сдвинуто, передвинуто, там все дышит и так далее. Понимаете, в чем дело? И когда вот эта сеть мне себя говорит, слушай, а что он? Он что, так все рассчитывал, чертил и как? Дело в том, что, слава богу, что такие вопросы задается. Потому что моя работа действительно провоцировала эти вопросы. Как творил Казимира Малевича. Ну, и, кстати, моя работа не иссушила мое впечатление о Леониде Малевича, а наоборот. Я был горожок его интуитивизма. Я всегда думал, что это вот рациональный художник. Вот Кандинский, это да, это эмоция, абстракция такая эмоциональная, лирическая. А Казимира Малевича, это геометрия, это рациональная. Пик Мандриан, как же? Ничего подобного. Он чистый интуитивист. Он чистый живописец. Отношение картинной плоскости к цвету в нем будет точно такой же, как там у Веласкеса. Абсолютно большой. Понимаете? Ну и, конечно, там очень интересно. Я во многих рисунках уже, как вы знаете, видел и какие-то цветы построений, цветы от циркуля, точки. Это сложный процесс. Во-первых, фольский процесс – это взаимодействие. Вот некоторые думают так, вот, знаете, художник – это наука, это вот рацию, это так далее, а художник – это эмоции, это все, а что-то вот так вот выплеснул. Ничего подобного. На самом деле, фольский процесс – это взаимодействие вообще всех параметров человека. И сознание, и переживание, все это вместе, эмоции. И очень хорошо дал формулу, кстати говоря, Казимир Малерьевич, что творит. Интуитивный разум. Кстати говоря, очень интересно, это он там произносит «Всеринский» и «Всеринский» друг от друга. И в эти годы об этом высказался и Павел Флоренский. Тоже о том, о необходимости в 20 веке, чтобы не потерять веру Бога, человеку, соединить интуицию и разум. Это вот я отсылаюсь на авторитеты Павла Флоренского. А сейчас 21.